Приветствую вас. Я постараюсь ответить на ваш вопрос максимально подробно и точно, чтобы не осталось каких-то недопониманий. У любого ребенка можно выявить склонность к диссидентству, что это такое мусарство, противоборство, противостояние, противоречие и так далее. Если маньяк это навязчивая, доминирующая одна идея, как бы маниакальная, да, то есть у человека, у человека представляет одна идея, которую он активно пытается там продвигать, то диссидентство, будучи проявлением бунтарства, проявляется практически, видите, у всех детей. Абсолютно все дети могут быть отнесены к этому, но, знаете какая штука, ведь диссидентство, это что такое? Это серьезное противоречие, да, господствующих, доминирующих взглядов, да, и личных убеждений человека. Заметьте, убеждений человек, то есть должны быть, должны быть какие-то убеждения. Убеждения формируются, извините, не сразу, далеко не сразу, им нужно время, им нужно очень много времени, чтобы сформироваться у ребенка, вот. Понимаете, у ребенка, чтобы у ребенка сформировалась личная установка, которую потом он будет, значит, продвигать уже в форме диссидента. И этот процесс, он проходит две стандии. Стадию нормальную, естественную, когда ребенку это нужно, действительно, когда ему это необходимо, действительно, и стадию неестественную, когда это превращается в стиль жизни. Ну и, соответственно, я это все говорю, к чему? Помочь средства ребенка с самого раннего детства, например, подавлять. Если ребенку с самого раннего детства во всем противоречит, то у него может выработаться защитная реакция, которая будет приводить постоянно. Просто вот, постоянно, к тому, что это будут называть склонностью к ипотажу. Проблема в том, что в советское время у специалистов, у психологов, я бы сказал так. У специалистов по психологии советских времен было не так много литературы. В основном, это была литература именно по психиатрии. А именно психологическая литература, ведь понятно, что помимо психиатрической картины, может быть, еще и психологическая. Я надеюсь, что мы это с вами понимаем. Так вот, значит, это не было наступно советским психологам. И абсолютно все проявления человеческой личности специалисты того времени воспринимали как? Либо это шизофрения, либо это аутизм. Ну, редко, когда, редко, когда было что-то еще, редко. Потому что, ну, вы сами, я надеюсь, понимаете, что проще у человека найти какое-то заболевание, да, чем искать, да, причину его проблем и так далее. То есть, почему вот он такой стал, почему он вот так вот себя ведет, что им там движет в его модели поведения. Ну, это просто не надо. Просто людям было не надо. Психология как наука о духовном, да, как наука о духовном, о душе, как наука о душе. Отстригалась. Тогда в принципе. Вот. И естественно, что выявили болезнь. Так у любого человека можно выявить склонность к какой-либо болезни. Это, это не новость, на самом деле. Понимаете? Ну, я хочу сказать, что при желании любого человека можно подогнать под какие-то симптомы болезни. Потому что полностью здоровых людей нет. И поэтому, поэтому, значит, такая ситуация и происходит. То, что склонность к апотажу, это признак потенциального диссидентства, именно потенциального, да, я предполагаю, что вы слишком буквально восприняли эту информацию, потому что, понимаете, признак потенциального, например, диссидентства, да, это еще не значит, что у человека обязательно будет проявление этого. Но может и не будет никогда. Эпотажных людей много, но являются ли они диссидентами? Как правило, как правило, эпотажность связана с подспутным привлечением к себе внимания, с некоторым уровнем нарциссизма, с обесцениванием, глубинным обесцениванием себя и глубинной идеализацией других. Вот это вот на самом деле куда более вероятно. Потому что у вас, ваши взгляды, они, ну, то, что вы говорите, да, они, это, то, что вы вот описываете, это очень такое, знаете, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, это довольно узкое восприятие, да, то есть или слишком глобальное, то есть слишком глобальное вы кладете пласты. Эпотаж, значит, диссидентство, вот это все, вот. То есть, ну, серьезно, есть куда более тонкие грани одного и другого. Вот. И эти тонкие грани ни в коем случае нельзя как-то игнорировать. Вот. Потому что их игнорирование приводит к тому, что человек оказывается непонятым, непринятым, ну и так далее. Вот. Поэтому я рекомендую вам, значит, ну, лично в это самой возможности не вникать. Именно самой. Вот это сложная достаточно тема. Ну, и вообще, это психология, вот. Психологию изучать достаточно затруднительно. Хотя кажется, что популяризация науки, это идет. Но популярная литература совсем не то, что такая более профессиональная, скажем так. Вот. А если вас эта тема интересует или если есть проблемы у этого человека, то, соответственно, человеку можно помочь при наличии у него желания. Если это интересует вас, то, соответственно, я вам объясню. Надеюсь. Надеюсь. Передачу вы восприняли поскольку, поскольку это является, еще раз повторяю, поскольку, поскольку это является именно популяризацией. То есть, облегченный, упрощенный вариант для людей, которые просто смотрят, там, ну, ТВ, там, да, и так далее. Я ничего против людей, смотрящих ТВ, не имею, но хочу сказать, что вот не стоит, не стоит воспринимать то, что говорят по ТВ, ну, буквально не стоит. То есть, если у нас есть, скажем, потенция, то есть, потенция, то есть, возможность только, то она и остается от потенции. Она отдается возможности, только возможности. Это только возможности. Это ни в коем случае не закономерность, это ни в коем случае не обязательство какое-то, ни в коем случае не корреляция, то есть причинно-следственная связь. Да? Это именно потенция. Вот. И либо вы воспринимаете это так, либо начинает вешать на людей ярлыки. Вот. Ну, опять же, поверьте мне, что на человека легко повесить ярлык, а что как бы делать потом, не очень понятно. Вот. Вот. Ну, у вас вся эта ситуация, со всей этой ситуацией. Вот. Поэтому не торопитесь, не торопитесь и изучите тему более подробно, но с другой стороны, а зачем вам это? Вот. Вот вы говорите, что в далекие 70-е годы у моих хороших знакомых ребенку в 6 лет поставили диагноз синдром раннего детского аутизма. Почему вас эта тема заинтересовала только сейчас? То есть, ну, он отслужил в регулярной армии, имеет семью, имеет семью и так далее, да? Почему вас это сейчас заинтересовало только? Не понятно. Так что, надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Скажу сразу, что это информация, которая является научной. Все это можно найти в источниках, все это можно, в принципе, проанализировать, это закреплено. Вот. То есть, как бы, это неоспоримо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.